Привет-привет дорогие друзья! Вещает канал альтернативного моделизма, но как вы видите этот видосик будет не о моделизме, он будет касаться моделизма очень далеко и косвенно. Перед вами так называемый бизи-борд моей конструкции и это видео для плейлиста делаем вещи своими руками поехали и так бизи-борд или доска для занятий предназначена для детей в возрасте от одного года до трех лет и способствует развитию мелкой моторики рук конечно же есть подобные доски и промышленного изготовления и совершенно разнообразного наполнения но в данном случае я использовал принцип творческого зуда и изготовил такую доску самостоятельно давайте же рассмотрим из чего она состоит поподробнее помимо развития мелкой моторики рук данный бизи-борд поможет адаптировать ваше чадо к бытовым условиям и так моделируем ситуацию отправили вы ребенка на лето в деревню к бабушке подходит он к туалету типа сортира и открыть дверь ему мешают какие-то странные приспособления пока он скачает на свой смартфон приложение которое открывает шпингалеты и вот тут-то он и обделается на пороге выше упомянутого сортира поэтому с детства приучайте пользоваться его высоко технологичными запорами типа крючок и типа шпингалет не пригодится в деревне пригодится в общаге сто процентов потому что общаги вузов ну никогда не шли в ногу со временем к тому же вот здесь за дверцей можно приклеить наклеечку либо же картинку с изображением любимого героя сказки или мультфильма вашего ребенка и тоже с этим делом придумать какую-нибудь игру чуть ниже расположен двухклавишный выключатель естественно в целях безопасности здесь никакой электрочасти нет но ребенок приобретет необходимые навыки по включению и выключению освещения в квартире может быть ему будет не очень интересно это делать потому что кроме щелчка ничего не происходит ничего не загорается но тем не менее на какое-то время вы сможете отодвинуть гибель ваших рабочих выключателей которые установлены в вашей квартире рядом с выключателем у нас расположен ролик залипалка принцип его действия очень прост но несмотря на это можно зависнуть минут на 5-10 легко чуть ниже у нас еще одна такая же дверца за ней также можно сделать рисунок сказочного героя на ней установлена форточная такая закрывашечка и небольшой навесной замочек то есть ребенку надо пройти такой небольшой квест открыть эти два запирающих устройства для того чтобы открылась дверца естественно в целях безопасности ключики привязаны страховочным шнурком чуть ниже у нас расположены багетные кольца на мебельные ручки то есть когда ребенок еще мало не понимает что творит это может выступать в роли погремушки когда ребенок становится чуть старше его можно при помощи этого гаджета обучать счету ну вот в данном случае до пяти и тут же рядышком еще одно колесико залипалка но уже более сложной конструкции но все равно я думаю ребенка на минут пять-десять это может занять и вы получите такие желанные пять-десять минут тишины следующая приспособа предназначена для обучения ребенка тому что из большего можно сделать меньше а вот из меньшего больше никак то есть колечко на коротком шнурке можно надеть только на один крючочек колечко на среднем шнурке соответственно на два но никак не на дальний а колечко на самом длинном можно повесить на любой из крючочков но я думаю это вы уже сами поясните здесь есть еще приспособа для шнуровки то есть можно легко обучать ребенка шнуровать обувь применяя разные схемы шнуровки и также завязывать шнурки на бантик я знаю для многих детей это большая сложность и вот обычная застежка змейка или молния кто как называет поверьте после того как ваш ребенок овладеет этой не сложной техникой хавайте все свои сумки все свои чемоданы любая молния будет открыта в верхней части безборда самое технологичное устройство потому как внутри этого корпуса от датчика движения установлена батарейка крона и вставлены светодиоды вот при нажатии кнопки все это дело загорается то есть я специально не стал делать никакие звуковые эффекты вот потому как звуковая игрушка это вред куда безопаснее и спокойнее для родителей просто небольшой световой эффект здесь розетка и естественно прикрученная с ней вилка естественно без какой-либо подачи напряжения специально пружинки клеммы я раздвинул так для того чтобы ребенок мог свободно вставлять вилку в розетку многие будут против такого элемента на бизи борде мол давай давай научи ребенка так он будет совать все в розетку на что я вам хочу сказать друзья мои розетку ребенок рано или поздно найдет сам если он будет туда что либо совать так пускаю знает что туда нужно засовывать именно вилку и будет делать это правильно это гораздо безопаснее и лучше если он всунет туда шпильку отвертку или что-нибудь другое ну и здесь обычный проходной выключатель тоже просто такая вот клавиша для щелчков надо было забить место поэтому я прикрутил туда этот девайс раритетнейшая штука номеронаборщик от старого телефона многие дети не знают как этим пользоваться и я не знаю насколько им это пригодится в жизни или нет потому что некоторые набирают номер просто нажимая на отверстие но вот чем будет точно полезна эта штука так тем что можно будет ребенка обучить счету и я думаю на некоторое время вот это вот штуковина его займет также тут у нас есть черепашки перетягивал ки назовем их так для того чтобы одна черепашка притянулась доски нужно потянуть за другую естественно они связаны между собой веревкой здесь я вставил специальные втулочки для того чтобы уменьшить трение и в общем вот такие интересные черепашки здесь ползают и самое самое крутое что я считаю это трубопровод марио сейчас поставлю доску вертикально и покажу вам принцип его действия ну а сейчас многие скажут что это за жуткие просто дикие зазоры между трубами то что не мог состыковать аккуратненько ну конечно же мог вот только зачем именно благодаря этим зазором ребенок сможет отслеживать путь шарика который проходит по трубе и падает вот в эту специальную корзинку к сожалению у меня шарика нет но работу всей этой системы я вам покажу на примере вот такой гаечки видите все работает диаметр трубы 30 миллиметров я думаю легко можно подобрать туда шарики а лучше конечно же не один а наверное как минимум штуки три и я просто уверен что ребенку это будет очень интересно вот такой безборд у меня получился друзья если он вам понравился поставьте лайк поделитесь видосиком друзьями и подпишитесь на канал я прощаюсь с вами пока что Субтитры подогнал «Симон»!